Сейчас шейх поговорит немного о Рукья, там был вопрос про Рукья. Очень много людей ищут чтецов, которые читают Куран для заболевших, то есть для больных. Почему они это делают? Что с тобой случилось такого? Он говорит, что у меня сглаз, меня сглазили, у меня колдовство, у меня порча, я больной и так далее. Зачастую это все очень мнимые, то есть показания на самом деле у него еще нет, то есть ему кажется. Я иногда, например, в молитве невнимательный, то есть не могу сосредоточиться и так далее. Говорит вот некоторые такие вещи. Если ты ему дашь тысячу долларов, чтобы он их почитал, и скажет, ты можешь их посчитать правильно, то есть без сомнений, он скажет, да, конечно, смогу, нет проблем. Хорошо, а почему тогда ты начинаешь сомневаться во время совершения молитвы? Почему ты говоришь, что у тебя сглаз, что у тебя джин, что у тебя порча и так далее? И поэтому, что не стоит обращать на все это внимание, вот эти вот мнимые всякие вещи, когда не надо на них обращать внимание. Не нужно ходить искать что-то чтецов, которые читают рукият, читают заклинания, потому что когда человек обращается к ним, он выходит из тех 70 тысяч, которые войдут в рай без расчета и без наказания. И пусть человек читает сам на себя, сам себе читает, пусть он произносит слова поминания Аллаха утренние и вечерние, пусть читает для себя суру Аль-Фатиха, открывающую первую суру Кур'ана, потому что Фатиха является рукия, Фатиха является что? Заклинанием истинным. Испытания и болезни, они бывают у всех людей. Но когда нас постигают испытания, что мы делаем, что нам делать? Нужно ли нам что? Обращаться к людям, к творениям Аллаха утренних? Нет, нам необходимо обращаться к Аллаху. Фатиха... ... Поэтому я даю наставление, что не обращать внимания на эти мнимые всякие предположения, что там у тебя якобы порча, что у тебя якобы болезнь, что ты так и околдован и так далее, что у тебя сглаз. Не нужно идти никаким чтецам и так далее. Ты здоров, у тебя всё хорошо.